Рамзан Кадыров плачет в то время, как повязывает этот пояс с кинжалом его сыну. Честь и достоинство, силы, мужество, иншаллах. Потому что это то, что призывает великий путь Ахмата Хаджи, возрождение, сохранение обычаи, традиции чеченского народа. Материальная помощь к языку. Помощь с холлой, да. Неважно, повязывали тебе кинжал или не повязывали. И отцы не стояли и не плакали на этих мероприятиях. Это все клоунада. Вот они, настоящие чеченские обычаи и традиции. Вот это настоящий чеченский юноша, чеченский парень. Поэтому... На днях второму сыну Рамзана Кадырова, Эли, исполнилось 15 лет. Конечно же, мы все об этом узнали, так как это событие настолько широко освещалось. Из этого сделали такое помпезное мероприятие, что все были в курсе того, что этому парню наконец исполнилось 15 лет. На ЧГТРК «Грязный» показали целый репортаж, посвященный этому 15-летию. Давайте посмотрим просто небольшой отрывок из этого репортажа, на котором видно, как Рамзан Кадыров плачет в то время, как повязывает этот пояс с кинжалом его сыну. Честь и достоинство, силы, мужество, иншаллах. Потому что это то, что призывает великий путь охвата хаджи, возрождения, сохранения обычной традиции чеченского народа. Это является составной частью чеченского народа. Мы сгулу ждал дейл, воин. Это небольшой отрывок только из этого репортажа. Он длится на самом деле очень долго. Они там, каждый говорит какую-то вступительную речь. Значит, дядя Рамзана Кадырова, брат Ахмада, он повязывает этот пояс с кинжалом этому Эли. И говорит, что это какой-то такой обычай у чеченцев. Значит, что мы, повязывая вот этот кинжал, там что-то человек входил в взрослую жизнь. И вот у нас так всегда делали. И мы типа возрождаем эту традицию. Потом ему надевают папаху, потом еще какой-то кинжал ему дарит вот этот самый старший Кадыров. За всем этим наблюдает Рамзан, отец этого парня, и пускает слезу. И это все показывают нашему народу как пример возрождения наших обычаев и традиций. Как хороший пример, которому теперь должны следовать все мы с вами. Теперь, когда нашим детям будет исполняться 15 лет, нашим сыновьям, мы должны делать приблизительно то же самое. Вот для этого нам показывают этот пример. На самом деле я пытался узнать, был ли у нас вообще действительно такой обычай. Некоторые говорят, что нечто подобное было, но это устраивались какие-то там соревнования, кто-кто там выигрывал, тому, значит, что-то подобное давали. Я не знаю, я не буду говорить определенно, что этого не было, хотя я сильно сомневаюсь, честно говоря, в таком обычае. Но отец, чтобы отец на таких обычаях плакал, на таких мероприятиях, уж этого точно у нас никогда не было. Но я хочу сказать главное в этой истории. Как раз для тех наших подрастающих ребят, которые посмотрят это и, может быть, подумают, что реально у нас таким образом проверялся, точнее, посвящался молодой парень во взрослую жизнь. Этот дядя Кадырова там говорит, что с момента повязывания вот этого кинжала, значит, молодой человек, чеченец, должен был в случае войны выходить воевать. В случае кровной мести он уже, значит, был годен для того, чтобы в отношении него применялась эта кровная месть. Я хочу вам показать пример чеченского парня, подростка, как на самом деле эти парни, достигшие совершеннолетия чеченцы, как они себя вели в случае, когда приходил враг. Их не посвящали, у них не было кинжалов, то есть до этого никто им не повязывал никаких кинжалов. Но когда враг подступал к воротам, приходил на нашу землю враг, они просто выходили и сражались. Я хочу показать вам одного такого чеченского парня, подростка, ровесника, сына Рамзана Кадырова. Посмотрите на него и послушайте, что он говорит. Его зовут Мухаммад Ютаев. Мухаммад Ютаев. мышь уж кричканье кури саду они кути двойнику мамы дано дождя а деда в округу гуруй а ты на что он уже семейные пособие выделите вала что вот мухаммад вот мухаммад вот мухаммад и и Вот Мухаммад Ютаев, это пример того, как достигший совершеннолетия молодой чеченец, как он поступал, когда приходил враг, и никаких кинжалов, никто ему не повязывал, он просто знал, что пришел враг в его дом, на его землю, ему нужно выйти и сразиться с этим врагом. Вот это вот пример мужества, это пример чеченских традиций и обычаев. Вот они, чеченские традиции и обычаи, это я говорю для наших молодых. Не повязывание кинжала, не от этого зависит, выйдешь ты против врага или нет, будешь ты бороться с ним, будешь ты бороться за справедливость или нет, не от этого зависит. Неважно, повязывали тебе кинжал или не повязывали, и отцы не стояли и не плакали на этих мероприятиях. Это все клоунада, вот они, настоящие чеченские обычаи и традиции, вот это настоящий чеченский юноша, чеченский парень. Поэтому, когда вам показывают подобную клоунаду, вспоминайте вот таких вот ребят, которые без клоунада не любили эту клоунаду. Даже ему задают эти вопросы, он даже не хочет на них отвечать. Очень скромничает, уходит от ответов. Вот они, чеченские обычаи и традиции. А то, что устраивает Кадыров с этой слезой, которую он пускает на подобных мероприятиях, это все клоунада. Кадыров и его отец, это те люди, которые не сразились, они не сделали того, что сделал вот этот подросток Мохаммад Ютайев. Они не сразились с врагом, они предали нас, они перешли на сторону врага. И будучи уже на стороне врага, будучи предателями, они дали вот это потомство. Это потомство, которому сегодня исполнилось 15 лет. И теперь эти предатели своему потомству повязывают кинжал, потому что у них нет другого выхода. Они не могут ничто, никак иначе сделать, показать какую-то хотя бы наигранную отвагу, показать наигранное мужество. У них нет другой возможности. Все, они там, где нужно было показать мужество, достоинство. Их отцы, отцы этого юноши, то есть Кадыров, Рамзан, Кадыров, Ахмад, они не смогли это показать, они струсили. И теперь вот это их потомство, они пытаются с всякими кинжалами, какими-то сказками, как угодно, показать вам, что типа вот это мужество, вот так вот надо себя вести. Но не так. Примерами для подражания являются такие, как Мохаммад Ютайев. Не повязывали они кинжалы, никаких шоу на местных телеканалах, ничего подобного не было. Отцы их не пускали в слезу. Но эти ребята просто вышли и сразились с врагом. Поэтому это, они являются примерами для подражания и нашими героями. Митрандир, Ирландур. Саламу алейкум, брат, марш Войл. Говорят, Иудов тоже плакал в день рождения сына Кадырова, но по другим причинам. Просто они все быстро вырастают и их много. Я понимаю его беспокойство, брат. Иудов тоже плакал в день рождения сына Кадырова, но по другим причинам. Иудов тоже плакал в день рождения сына Кадырова.